Для того, чтобы взять производную от функции l по параметру w1, нам нужно сделать следующее. Во-первых, нам нужно взять производную от функции l по ее единственному аргументу y4. Результат этого нужно домножить на следующую большую скобку. В этой скобке будет два члена. Первый член будет соответствовать первому пути, а второй член будет соответствовать второму пути. Первый путь это производная y4 по ее аргументу, по y2. Соответственно, это то же самое, что производная функции f4 по ее первому аргументу y2. Затем в этом же первом пути должна быть производная y2 по y1. Или, иными словами, f2 по y1, по ее единственному аргументу. Далее идет второй путь. В этом втором пути будет производная функции f4 по ее второму аргументу y3. И кроме этого будет еще производная y3 по ее единственному аргументу y1. То есть f3 по y1. Кроме того, здесь будет еще производная функции f1 по ее параметру w1. Таким образом, мы получим производную функции l, вот такой, по параметру w1. Вы можете остановить это видео и посмотреть на эту формулу более внимательно, проанализировать и понять, как устроена эта формула и почему она так устроена. Поразмыслите над тем, какие графы приводят к каким производным, по каким аргументам этих графов. Продолжение следует... Продолжение следует...